Всем привет, с вами Джамбе Макс и в этом видео мы поговорим о неприятной ситуации, которая коснулась многих обладателей Xbox и в большей степени игроков из Украины. Мне писало об этой проблеме очень много людей, поэтому я и делаю это видео. Кстати, большое вам спасибо за идею. Для тех, кто не знает, уже около двух недель многие игроки не могут зайти в свой аккаунт из-за таинственной ошибки OX80A410. Официального решения проблемы еще нет, но компания в курсе и уже занимается ее устранением. Если же вы устали ждать официального решения проблемы, то надо прописать вручную в настройках сети DNS IP178.22.122.100, а во второе поле 127.22.122.100. Если не входит, то в комментариях под видео я оставлю еще несколько способов решения проблемы. Итак, почему же это произошло? Официального ответа, к сожалению, все еще нет, но у меня есть несколько предположений. Одно из них связано с более дешевой покупкой игры. Около месяца, а то и больше, был найден способ, через который можно было нехило сэкономить на играх и прочих товаров в Microsoft Store. При помощи VPN, а именно через регион Турции и Аргентину, можно было купить игры по дешевке. Казалось бы, при чем тут Украина? Но дело в том, что в данном способе через Украину и Беларусь можно было купить без VPN, что, скорее всего, большинство и делало. Возможно, в связи с этим майки увидели подозрительную активность и заблочили IP на Украине. Самое интересное то, что на территории Украины нет украинского Microsoft Store, что обязывает обладатели Xbox покупать игры через другие регионы. Как бы им и так жилось не сладко, но из-за любителей сэкономить теперь они вообще ничего сделать не могут. Опять же, это всего лишь мои догадки, поэтому не воспринимайте эту информацию как официальную. Второе предположение вытекает из первого, и возможно, что данная ошибка произошла просто из-за пересмотрения правил покупки на Украине, а может и не только на ней. Типа, игру ты скачиваешь где хочешь, а покупать только там, где находишься. Опять же, сделано может такое только лишь из-за вопроса в цене. Недаром ведь цены в регионах различаются. Также, возможно, что вся эта ситуация сложилась лишь из-за подготавливающегося масштабного обновления, которое должно выйти скоро. Если вы не заметили, то перед тем, как Microsoft что-то готовит, начинается такая вот фигня. Типичный пример глюки лайва перед Е3 каждый год. Майки готовятся раздать халявные игры, и поэтому у всех все тупит. Не исключая факта того, что майки готовят новую фичу, или же просто задумались над введением Microsoft Store на территории Украины. Для тех, кто столкнулся с этой проблемой, призываю не паниковать и попробовать способы, о которых я говорил в начале видео, и просто подождать. Что касается банов за покупку игр из других регионов, то, думаю, лучше не беспокоиться. По сути, запрещающих правил на данные действия нет, а значит, наказывать не должны. Тем более, многие пользователи писали в поддержку, и многим отвечали, что все будет хорошо. Обязательно напишите в комментариях, сталкивались ли вы с этой проблемой, и как вы ее решили, думаю, многим это будет полезно узнать. Также не забывайте ставить лайк на видео, если оно вам понравилось, и подписываться на канал. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!